Не невролог, у меня нет неврологического базового образования, ординатура у меня по неонатологии, ну и дальше в силу сложившихся обстоятельств я занялась электроэнцефолографией сначала в амбулаторных условиях у новорожденных и детей первых месяцев жизни, а дальше, когда у нас появилась техническая возможность мониторировать детей в условиях отделения реанимации, соответственно, мы переместились в том числе и в реанимацию. На данный момент у меня два сертификата, неонатолога, врача функциональной диагностики занимаюсь я, ну помимо того, что я работаю доцентом на кафедре неонатологии, я еще работаю врачом функциональной диагностики в Филатовской детской больнице и ко мне относятся отделения патологии новорожденных, хирургии новорожденных и две реанимации, неонатальная реанимация и хирургическая реанимация, в которой у нас находятся дети от 0 до 18, и вот неонатальные залы тоже относятся ко мне в случае необходимости, поэтому я и практически этим тоже занимаюсь. Давайте, наверное, начнем уже повествование. Сейчас я немножко только... Мы с вами сегодня обсудим коротко эпидемиологию и теологию. Было предложение не касаться итеологии, однако я думаю, что я объясню в процессе, почему все-таки вопросы итеологии мы поднимем в том числе сегодня. Думаю, что это станет понятно в процессе повествования. Трудности клинической диагностики, современную классификацию. Я знаю, что была у вас отдельная встреча по классификации неонатальных судорог, однако все-таки без этого обсуждать неонатальные судороги невозможно, поэтому мы к этому вернемся быстро и обсудим особенности эго-паттернов неонатальных судорог в зависимости от гистационного возраста. Что касается вопросов, которые предварительно, когда только мы планировали, задавались в чат, задавались вопросы нормы, коллеги, это невозможно, к сожалению, впихнуть в одну какую-то встречу. Норма будет очень сильно отличаться у детей. Буквально каждые две недели меняется картинка на энцефалограмме, поэтому думаю, что если это интересно и актуально, то этому надо тогда отдельную встречу просто посвящать именно вопросам нормы и созревания. А сегодня мы коснемся именно эго-паттернов неонатальных судорог. Напомню вам, что неонатальные судороги – это возраст-зависимое состояние, они типичны именно для неонатального периода, то есть это первые 28 дней жизни для доношенных новорожденных и до 44 недель постменструального возраста у недоношенных детей. И чаще всего с ними встречаются именно неонатологи, доневрологов. Эти дети либо доходят позже, либо это те неврологи, которые смотрят детей в неонатальных отделениях. Неонатальные судороги отличаются от судорог у детей старшего возраста и взрослых и по тому, зачастую, как они проявляются, и по тому, как они себя ведут, и по тому, как они выглядят на ЭЭГ, и как они ведут себя в динамике. То есть большинство неонатальных судорог, поскольку являются симптоматическими, полностью вылечиваются. Да, говорим о том, что у этих детей риск выше последующего неблагоприятного исхода, однако риск не значит его реализацию. Неонатальные судороги – один из главных маркеров тяжести церебрального повреждения у новорожденных, и наиболее частое ургентно-неврологическое состояние в неонатальном периоде, на которое мы должны реагировать и менять свою тактику. Частота в разных публикациях очень сильно отличается. Цифры от 1 до 5 или от 1 до 6 на 1000 не меняются десятилетиями, и в принципе это справедливо для общей популяции новорожденных детей и для популяции доношенных. Что касается недоношенных, особенно детей с очень низкой, экстремально низкой массой тела, то здесь цифры будут очень разные в зависимости от исследования, в котором эти цифры звучат. Во-первых, эти цифры в любом случае выше, потому что здесь идет уже речь не о каком-то количестве на 1000%, а о процентах. А почему же такая большая разница? Это будет зависеть от того, во-первых, какая популяция обследуется, и исследование посвящено какой популяции. Это популяционное обследование, например, некий регистр какой-то страны или какого-то региона, куда стекается информация из центров с разным уровнем диагностических возможностей. То есть там учитывается и клиническая диагностика, и диагностика с применением нейрофизиологических методов, либо это какое-то спланированное одно или мультицентровое исследование с четко прописанными критериями. Чаще всего современные исследования предполагают именно нейрофизиологическую диагностику, и тогда еще будет важен метод, который поменялся, амплитудно интегрированный ЭЭГ, либо видео ЭЭГ-мониторинг, если это АЭГ, то еще будет очень важно положение электродов, количество каналов регистрации, опыт эксперта, который оценивает в случае видеомониторинга, будет важна длительность, возраст обследования, также опыт эксперта. Все это может менять впечатление о получаемой картинке и, соответственно, может увеличивать либо уменьшать частоту неонатальных судорог в данном конкретном исследовании. Возможно, гиподиагностика. Если мы посмотрим более цельно на частоту неонатальных судорог у пациентов отделения реанимации, частота самая высокая у этих детей. Ну и если в общей популяции это где-то от 2,5 до 10%, то среди экстремально низких детей, среди детей после сердечно-сосудистой хирургии частота возрастает и вплоть до 50% описывают. То есть это очень частая ситуация, с которой мы можем столкнуться практически каждый день. К факторам риска относят, факторы риска могут быть как со стороны матери, так и со стороны ребенка, а также интранатальные. Ну, со стороны матери это в основном возраст старше 40, плюс отсутствие родов в анамнезе. Сахарный диабет – это самый частый, это, естественно, не исчерпывающий список. К интранатальным все, что приводит к дистрессу и к инфекционным поражениям, соответственно, может приводить дальше к церебральному повреждению, либо к гипоксическому ишемическому, либо к инфекционному. Со стороны ребенка недоношенность, переношенность, низкая масса тела при рождении и мужской пол. Как я уже сказала, основной процент неонатальных судорог являются симптоматическими. То есть это ответ на некое неблагополучие со стороны нервной системы, такой универсальный ответ. И всего 10-15% являются истинными эпилептическими синдромами с дебютом в неонатальном периоде. И вот в основном мы будем касаться сегодня симптоматических неонатальных судорог по эпилептические синдромы. Опять же, думаю, что если в этом есть интерес, надо делать отдельную какую-то встречу. Причем предлагаю как-то это совместно тогда организовывать, потому что у нас, например, очень мало опыта встречи с этими детьми. Они переводятся достаточно быстро из родильного дома, а к нам в филатовскую больницу в принципе такие дети не поступают, потому что они требуют специализированного неврологического стационара, поэтому собственного опыта у меня очень мало. Что касается итеологии. Самый большой процент – это гипоксические ишемические повреждения. В случае доношенной гипоксической ишемической энцефалопатии. Но, безусловно, свой вклад вносят и инфекционные повреждения, инфаркты, инсульт, метаболические нарушения, как транзиторные, так и врожденные нарушения метаболизма, ну и, безусловно, генетическая патология и мальформации церебральные. В зависимости от гистационного возраста те или иные итеологические факторы будут встречаться чаще либо реже. У доношенных наиболее частыми, если мы берем обзорные публикации, то наиболее частыми илогическими факторами являются как раз гипоксическая ишемическая энцефалопатия, инфаркт, инсульт. Среди недоношенных это внутричерепные кровоизлияния, чем выше степень, тем выше риск. Также могут встречаться инфаркты, инсульты, инфекционные поражения. Если мы возьмем данные американского регистра неонатальных судорог, большое исследование, которое было начато в 2013 году и продолжается оно до сих пор. У них есть отдельный сайт регистра, просто сейчас это уже некие другие стадии, они смотрят другие вещи. В начале они просто хотели посмотреть, в том числе и теологические факторы, возраст дебюта и так далее, такие базовые вещи. У них тоже получилось, что для доношенных, так называемых поздних недоношенных, это гипоксические ишемические поражения, для доношенных ишемические инсульты, эпилептические синдромы, для недоношенных внутричерепные кровоизлияния, нейроинфекции. С этиологией будет связан возраст дебюта. И очень часто в публикациях можно встретить фразу, что 80% неонатальных судорог возникает в первые трое суток жизни. Это безусловно так, но наиболее справедливо это для доношенных детей. Чуть менее для поздних недоношенных и для недоношенных, особенно детей с экстремально низкой массой тела, этот возраст смещается где-то к концу первой, середине, к концу второй недели жизни. Почему это происходит? В том числе из-за разных этиологических факторов. Если мы говорим о том, что основная масса неонатальных судорог у недоношенных по большей процент связана с гипоксической ишемической энцефалопатией, с острой асфиксией в родах, соответственно, эти судороги дебютируют максимально близко к, собственно, острому повреждению. У недоношенных позже появляются в ЖК, это не первые сутки обычно, немножко позже это связано, это же не травматические вещи, они связаны в том числе с колебаниями системной гемодинамики, с постнатальными гипоксическими событиями, поэтому инфекции также развиваются позже, поэтому у недоношенных мы позже видим дебют. Опять же, если обратиться к данным регистра, то для доношенных в среднее время возникновения судорог было 27 часов жизни, для недоношенных 6 суток жизни. Опцион вы видите. На самом деле, если обратиться к публикациям, то еще одним возможным объяснением, почему у недоношенных позже дебютируют судороги, является то, что доношенные, поскольку основное показание у них, основная причина – это острое повреждение церебральное, острая асфиксия, то в западных странах начинают мониторировать, у них так называемая neonatal нейрокритикал ке, когда идет командный подход к ребенку с возможным церебральным повреждением, либо из группы риска по церебральному повреждению, и не дожидаясь какого-то клинического дебюта, ребенка начинают мониторировать. В том числе одним из показаний к мониторингу является определение показаний к началу терапевтической гипотермии. Терапевтическую гипотермию надо начать в первые 6 часов после повреждения. Соответственно, это максимально раннее начало мониторинга и максимально раннее выявление, в том числе электрических приступов. У недоношенных основным показанием к началу мониторинга является появление неких клинических событий, подозрительных на Суберге. Об этом говорят авторы, в том числе регистра. Поэтому вполне возможно, что если бы мы начали раньше мониторировать недоношенных, мы увидели бы немножко более ранний дебют. Хотя для того, чтобы точно это утверждать, нужно тогда начинать их тоже с нуля и проводить какую-то работу. То есть этого мы точно не знаем. Итеология также может... То есть помимо того, что у доношенных и недоношенных в разное время дебютируют неонатальные судороги, они дебютируют в разное время в зависимости от итеологических факторов. Поэтому, опять же, мы не можем не коснуться вопросов итеологии. Ну и, как вы видите, опять же, гипактическая ишемическая энцефалопатия это первые несколько суток. Внутри желудочковые кровоизлияния позже инфаркт и инсульт это где-то конец первых, а вторые дети и так далее до конца первой недели жизни. Ну и вот так далее. То есть в зависимости от итеологического фактора в те или иные возрастные диапазоны мы будем ожидать в разное время дебют. Что касается клинической диагностики, то на нее опираться не приходится, к сожалению, потому что, если мы опираемся исключительно на клиническую диагностику, то мы сталкиваемся как с гипер, так и с гиподиагностикой. Гипер, потому что очень много у новорожденных детей различной двигательной активности, хаотичной, которая нельзя вот так вот с легкостью определить, это судороги или не судороги. У них есть автоматизмы, у них есть патологические, миоклонусы, не эпилептической природы. У них бывают какие-то странные движения, действительно хаотичные, которые для того, особенно кто не привык работать с этим возрастом, могут показаться патологическим, хотя это будет абсолютно нормальное движение. Если мы говорим про ребенка с повреждением, то еще больше процент вот этих странных движений возрастает. Что касается гиподиагностики, то у новорожденных очень высокая частота субклинических приступов, так называемые электрические или электрографические приступы, это все синонимы. И именно поэтому, если мы не мониторируем этих детей, то всю вот эту группу приступов мы пропускаем. Чаще всего клиницисты сталкиваются именно с неким клиническим событием, однако по современным представлениям, если это клиническое событие в параллельном видеомониторинге либо мониторинге, как в каком-либо нейрофизиологическом мониторинге, не сопровождается паттерном приступа, то это клиническое событие с судорогами мы называть не имеем права. Поэтому клинически, если мы не мониторируем ребенка в этот момент и видим какое-то клиническое событие, наша задача начать мониторинг. Если же мониторинг проводится и мы не видим ЭГ-паттерна приступа во время клинического события, мы называем это событие пароксизмальным неэпилептическим событием и судорогами оно являться не может. Что касается электроклинических судорог, это клинические события, сопровождающиеся электрографическим паттерном приступа. Электрические судороги, это электрический приступ без клинического коррелята. Что касается определения самого электрографического паттерна приступа, мы к этому еще немножко позже вернемся. Здесь на данный момент существуют два мнения. По определению Американской Ассоциации клинических нейрофизиологов в их гайдлайнах, которые были опубликованы в 2011 году и до настоящего времени они не пересматривались, в определении звучит длительность 10 секунд минимальная, то есть это внезапное патологическое событие на ЕГЭ, представляющее собой повторяющийся и изменяющийся, здесь слово изменяющийся является ключевым, минимальная амплитуда 2 микровольта от пика до пика и длительность 10 секунд в определении Американской Ассоциации клинических нейрофизиологов. Что касается современной классификации нейонатальных судорог противоэпилептической лиги, публикация, которая была в начале февраля этого года, они исключили длительность 10 секунд из определения, но они говорят о том, что длительность должна быть достаточной для того, чтобы увидеть эволюцию. То есть если мы не видим эволюции, мы это событие электрическим паттерном приступа называть не можем в любом случае. Если мы говорим про клиническую диагностику, то по данным разных авторов и на самом деле не обращайте внимания на 89-й год, потому что эти работы повторяются, Марк Шерр – это классик неонатальных судорог, вообще неонатальной неврологии, эти работы повторяются из десятилетия в десятилетие, и цифры примерно остаются теми же, ну по крайней мере они остаются такими же высокими. Если мы опираемся исключительно на клиническую диагностику, то до 80-90% того, что клиницисты расценивают как судороги, на самом деле при параллельной регистрации ЭЭГ таковыми не являются. Вот это классическая работа группы Джералдин Бойлон, когда 20 видеоклипов, на которых были заведомо на 11 судороги, на 9 несудорожные феномены двигательные, были представлены для оценки большому количеству медицинского персонала, 91 врач, там было очень много анестезиологов, реаниматологов, неонатологов, педиатров, и 46 медицинских сестер, тоже очень опытных, работающих с этой группой детей, и попросили их, эти видеоролики, посмотреть, оценить, судороги это или не судороги. И всего 10 из 20 событий в среднем были верно интерпретированы, при этом была очень низкая согласованность между исследователями наиболее часто правильно, были определены фокальные, клонические и чуть реже фокальные и тонические судороги, все остальные типы приступов равновероятно оценивались как судороги или не судороги, то есть ошибочно либо правильно. В дальнейшем та же самая группа авторов решила сначала обучить персонал одного конкретного отделения как могут выглядеть судороги и потом попросить их в прикроватной медицинской документации, в прикроватных каких-то листах отмечать, когда они считают, что вот это судороги, а вот это не судороги. Параллельно всем этим детям проводился видеоэгомониторинг и когда сопоставили данные отметки в прикроватных листах с данными видеоэгомониторинга оказалось, что 9% всех электрографических событий судорог, всего 9% сопровождались клиническими проявлениями, которые отмечались в медицинской документации, то есть еще 91% событий был пропущен. С другой стороны 70% партизмальных событий, которые отмечались персоналом, то есть клинических каких-то событий, которые были расценены клинически как судороги. на самом деле коррелята на ЭГ не имели и судорогами называться не могли. Их работ очень много, работа американская, то же самое большая группа новорожденных, проведен видеоэгомониторинг, здесь входили и доношенные, и поздние недоношенные, более глубоко недоношенные, у 105 из этих 400 детей отмечались электрографические судороги, при этом у четверти они никогда не сопровождались клиническими проявлениями, с другой стороны у 52 из этих 400 клинические события, которые расценивались как судороги, на самом деле эго-коррелята не имели, то есть все равно процент ошибки достаточно высок. Если мы говорим по субклинические судороги вообще, то это тоже данные американского регистра, они показали, что хотя бы один эпизод субклинических судорог с примерно равной частотой встречается как у доношенных, так и у недоношенных детей. Если мы говорим по исключительно субклинические судороги, то в их работе получилось, что у недоношенных, особенно у глубоко недоношенных, это встречается гораздо чаще, чем у доношенных. с статистически значимой разницей. Ну и если подвести итог вот этой части, то можно сказать, что по данным разных авторов от половины до 75-80, иногда 90 даже процентов клинически трактуемых как судороги таковыми на самом деле не являются. С другой стороны, очень львиная доля вообще всех неонатальных судорог не сопровождаются клиническими проявлениями, при этом где-то от четверти до трети всех детей вообще никогда не демонстрируют клинического феномена. И еще большой процент детей, у которых нет клинических проявлений, это дети с так называемым феноменом электроклинической диссоциации или анкаплинг. Особенно это типично для применения фенитаина фенобарбитала. Безусловно, в западных работах речь идет о внутривенных формах, которых у нас нет. Но об этом все равно стоит помнить. В принципе, любые противосудорожные препараты, которые мы применяем, могут выключать двигательный компонент приступа либо купировать его. При этом будет электрический паттерн сохраняться. Однако может меняться амплитуда, она будет уменьшаться и, например, мы можем перестать видеть этот электрический паттерн на амплитудно интегрированной ЭГЭ, хотя до этого мы его видели. Поэтому с этим тоже нужно быть аккуратными. Что касается классификации. Всегда хорошо что-нибудь классифицировать так, чтобы говорить на одном языке. И попытки классифицировать ноонатальные судороги принимались давно. Классификация Вольпе 70-й год. И на самом деле очень часто до сих пор продолжают в нашей стране ей пользоваться, хотя на самом деле она имеет уже исключительно историческое значение, потому что даже тогда Вольп говорил, что для ряда клинических феноменов нетипичные эго-корреляты. Соответственно, зачем тогда включать эти феномены в классификацию неонатальных судорог, если сейчас нам известно, что принято так как факт, что если у нас нет эго-коррелята, судорогами мы это не называем. Еще часть здесь вообще не звучат в этой классификации электрические приступы, они занимают львийную долю всех неонатальных судорог. Здесь не звучат спазмы, поэтому стало понятно, что классификацию надо менять. В 87-м году Мезрахи Келовой предлагают свою классификацию, сюда включаются уже спазмы отдельным пунктом, включаются электрографические судороги без клинического приступа, однако если вы почитаете второй пункт, это тоже судороги без стойкой ассоциации или с отсутствием электрической активности на энцефалограмме. вот это вся это вещи, которые очень часто видят клиницисты и это то, с чем мы постоянно сталкиваемся в историях болезни, когда описываются офтальмические судороги, какие-нибудь подергивания мимической мускулатуры в скобках судороги и так далее. То, что чаще всего на самом деле судорогами являться не будет и то, что мы не можем утверждать, что это судороги, именно вот эти феномены будут обязательно требовать нейрофизиологического подтверждения. Была попытка у противоэпилептической лиги, по-моему, в 12-м или в 11-м году в принципе не классифицировать отдельно неонатальные судороги, а отнести их в общую классификацию, но достаточно быстро стало понятно, что это не работает. И вот в 17-м 18-м году после публикации классификации 17-го года, которая для всех остальных возрастов, кроме новорожденных, стало понятно, что надо попробовать вот эту классификацию модифицировать и на тех же принципах попробовать классифицировать неонатальные судороги. Собственно говоря, была создана рабочая группа противоэпилептической лиги, председатель рабочей группы Ронид Преслер, вошли очень такие уважаемые люди в детской и неонатальной неврологии, и неонатальной электроэнцефалографии. рабочая группа в 18-м году вывесила проект на обсуждение и вот наконец-то после комментариев, после там была потом вторая рабочая группа, которая все эти комментарии просматривала, принимала, не принимала, потом был долгий процесс публикации со всеми рецензиями и прочим. И вот наконец-то в феврале этого года в журнале «Эпилепсия» эта классификация была опубликована. Основные такие ключевые точки этой классификации это использование общих принципов с принятой классификацией для всех остальных возрастов, но адаптация ее для использования в неонатальном периоде. Эта классификация основывается на электроклинических характеристиках, потому что, как мы уже с вами обсудили, если нет эго-паттерна приступа, это не может считаться судорогами. С одной стороны, с другой стороны, очень высок процент субклинических приступов у новорожденных, поэтому подчеркивается ключевая роль эго в постановке диагноза. И поскольку по современным представлениям судороги у новорожденных всегда имеют фокальное начало, это связано с особенностями зрелости морфо-функциональной нервной системы, то начало фокальное генерализованное не дифференцирует. То есть принимается, что все судороги с фокальным началом у новорожденных, при этом классифицируются они не по дебюту, а по ведущему клиническому феномену, по predominant feature. поэтому если мы не можем выделить какой-то ведущий, если примерно одинаковый процент времени занимает разные варианты в течение одного приступа, то судороги называются sequential, последовательные, да, а в целом судороги могут быть электрографические либо электроклинические, которые делятся на моторные и немоторные, к моторным относятся клонические, тонические, миоклонические, спазмы, автоматизмы и вот эти самые sequential, к немоторным вегетативные и behavioral arrest или пауза, замирание, застывание. Клонические судороги, да, я думаю, что с кинематикой вы все знакомы, клонические судороги очень часто встречаются у новорожденных, их ключевые отличия от всех остальных в том, что они медленные, ритмичные, обычно пролонгированные во времени, могут быть симметричными либо асимметричными, очень регулярные, повторяющиеся, имеют две фазы, быстрое отклонение от оси, медленное возвращение на ось, у новорожденных бывают фокальные, мультифокальные либо билатеральные, это тот тип приступа, который легче всего диагностируется клинически, они очень типичны для инсультов, особенно если мы видим резкофокальные либо унилатеральные судороги, мультифокальные могут возникать при других этиологических факторах, это тот тип приступа, который противоэпилептическое лего допускает, особенно в случае фокальных клонических приступов, допускает диагностику без нейрофизиологического обследования, потому что в диагностике клонических судорог очень редко ошибаются доктора, но, конечно, все равно надо учить неонатологов, как выглядят эти судороги, потому что я могу вам сказать, что поскольку у нас кафедра неонатологии, неонатологи этого не знают, им надо это показывать, рассказывать, потому что у них на все один ответ тонико-клонический и все, или просто подергивание. Следующий вариант это миоклонические судороги, непризвольно-непровоцируемые сокращения мышц или мышечных групп, внезапные, резкие, короткие, неритмичные, могут быть одиночными либо множественными, могут быть серийными, с очень вариабельной топографией, как у этого младенца на видео, они могут быть фокальные, мультифокальные, билатеральные, асимметричные или симметричные, при этом помимо миоклонических судорог у новорожденных мы можем видеть неэпилептический миоклонус патологический, можем видеть доброкачественный неонатальный миоклонус сна, поэтому для того, чтобы дифференцировать миоклонические судороги от неэпилептического миоклонуса необходим эгомониторинг, предпочтительно с каналом миографии они очень часто встречаются у недоношенных новорожденных если же мы говорим про доношенных то они типичны для врожденных нарушения метаболизма для раннемиклонической энцефалопатии и практически никогда у доношенных не являются проявлением симптоматических судорог тонические судороги тоническое разгибание или сгибание туловища или конечностей длительность от нескольких секунд до одной реже нескольких минут у новорожденных могут быть фокальными односторонними либо биолатеральными асимметричными здесь ключевое именно асимметричные потому что если мы видим что-то генерализованное абсолютно симметричное то тоническое напряжение то это совершенно точно к судорогам отношения не имеет об этом пишет противоэпилептическая лига в своей публикации тонические судороги тоже типичны в основном для эпилептических энцефалопатий редко бывают практически не ну очень-очень редко они бывают проявлениями симптоматических новонатальных судорог эпилептические спазмы очень редко встречаются у новорожденных но иногда бывают внезапные сгибания разгибания ли сочетания мышц туловища максимальных отделов конечностей более длительный чем миоклонические но короче чем 4 секунды то есть короче чем тонические их бывает очень сложно дифференцировать от миоклонических у новорожденных без канала мг они бывают очень короткими и просто вот в качестве одиночных спазмов хотя могут возникать и в виде серий варианты односторонние билатеральные симметричные билатеральные симметричные и могут возникать ограниченные формы герем по гримаса кивания головой стертое движение глаз я уже сказала у новорожденных мы очень редко сталкиваемся со спазмами и спазмы не встречаются практически никогда но во всяком случае мне не встречалось даже в публикациях чтобы спазмы были проявлением симптоматических судорог то есть если мы видим спазм мы ищем какую-то другую причину чаще всего генетическую либо врожденное нарушение метаболизма автоматизм и автоматизм и более или менее координированная повторяющаяся стереотипная моторная деятельность они бывают оральные автоматизмы бывают вот такие вот движения типа педалирования езды на велосипеде пловцов данный видеоролик например приложение к статье где было доказано что вот это вот и стоп у ребенка и мы проводили мониторинг в то же самое время без эгэм вот и вот феномены однозначно оценить судороги это или не судороги мы никогда не можем поэтому в случае подозрения что автоматизма это судороги обязательно нужно эгэ подтверждение и автоматизма очень редко являются единственным типом приступа чаще они входят состав полиморфных любого последовательных секвеншал вегетативные приступы это не моторные отчетливые изменения вегетативных показателей со стороны любой системы изменения пульса давление апноэ и так далее наиболее часто подозрение на то что это судороги вызывают апноэ никогда если речь идет вегетативные приступы мы не сможем ответить на вопрос судороги это или не судороги если мы опираемся исключительно на клиническую диагностику то есть эгэ подтверждение просто вот необходимо для того чтобы говорить о том что это судороги если говорить о апноэ то безусловно если речь идет про доношенного ребенка у которого вдруг начали случаться апноэ то судороги будут одной из первых причин о которых мы подумаем если же речь про недоношенных то у них слишком много других причин для апноэ поэтому в принципе в наших условиях когда у нас нет возможности к сожалению 24 на 7 всем кому мы хотели бы проводить мониторинг безусловно недоношенный ребенок с апноэ будет далеко не первым кандидатом на проведение мониторинга сначала будут исключать другие причины для апноэ вегетативные приступы очень редко являются единственным типом приступа чаще также входят состав полиморфных либо последовательных хеверал арест остановка или пауза в активности отмечается в бодрствовании без видео эго мониторинга диагноз мы не поставим то есть мы безусловно причем именно видео эго мониторинга да то есть обычный эго мониторинг нам здесь не поможет потому что мы увидим паттерн приступа но мы не сможем сопоставить с тем что происходит в этот момент с ребенком и скорее всего мы трактуем этот приступ как электрический потому что действительно очень сложно это живой новорожденный ребенок он имеет право двигаться и в какой-то момент двигаться перестать и обычно это не вызывает никаких подозрений у того кто находится в этот момент рядом с ребенком при клиническом наблюдении мы ничего подозрительного не отмечаем у них не меняется ритм дыхания у них не меняется пульс ничего не происходит кроме того что вот он двигался и вдруг перестал в этот момент на эго регистрируется электрический приступ тоже очень редко является единственным типом приступа у новорожденных что касается секвеншал последовательные сочетание различных вариантов в течение одного приступа они очень часто включают тонический компонент тоже очень часто встречаются при эпилептических энцефалопатиях рожденных нарушениях метаболизма это могут быть и проявлениями симптоматических суперок ну и последний вариант это электрографический приступ он выглядит на эго мы с вами обсудили сейчас еще картинки же обсудим соответственно это эго паттерн приступа который не сопровождается ничем клинически при этом в неонатальном периоде этим судорогом относятся точно также как любым электроклиническим то есть их начинают лечить что касается основа возвращаясь к вопросу почему мы говорим про этиологию сегодня потому что было показано и об этом говорят и противоэпилептическая лига вот в своей публикации касающийся судорог и и исследования вот одно из них что ориентируясь на тип приступа мы можем действительно направлять наш диагностический поиск в какую-то более узкую область потому что например вот в данной работе когда сравнили да здесь было 40 детей симптоматическими судорогами и 20 с доказанными генетическими эпилепсиями и постфактум посмотрели какие же у них были варианты клинических признаков приступов оказалось что миоклонические судороги и тонические судороги встречались исключительно в качестве проявлений генетических либо рожденных нарушений метаболизма миоклонические очень редко да вот там единичные случаи были проявления гипоксические шимической энцефалопатии да тонические ни в одном случае не являлись симптоматическими что касается клонических по электрических обратите внимание какая большая доля электрических приступов у детей с гипоксической ишемической энцефалопатией. При этом электрические приступы практически никогда не встречаются как проявление эпилептических энцефалопатий. То есть там всегда есть клиника. Поэтому, зная тип приступа, в принципе, мы можем действительно думать, в какую сторону нам быстрее и поглубже копнуть для того, чтобы быстрее найти причину. Что касается диагностики, нейрофизиологической диагностики, на данный момент нам доступно два метода. Многоканальный ЭЭГ-мониторинг и видеомониторинг. Золотой стандарт диагностики судорог. Минимальные неонатальные монтажи ставятся по схеме 10-20. Минимальный здесь показан. В принципе, если позволяют размеры головы и технические возможности системы, то можно ставить и больше электродов. Больше электродов – более точная оценка. Параллельная видеозапись также позволяет нам более точно оценить, легче распознать артефакты. К недостаткам относятся необходимости в ЭЭГ-технике для того, чтобы правильно наложить электроды. Ну и, безусловно, для интерпретации требуется нейрофизиолог со специальной подготовкой в неонатальные ЭЭГ. Второй метод, который нам доступен – это амплитудно интегрированные ЭЭГ. У этого метода тоже есть свои преимущества и недостатки. К преимуществам относятся малое количество электродов. Их обычно либо одна пара, либо две пары. Соответственно, их легче наложить. Быстрее, менее стрессово для ребенка. Проще для того, кто это делает. Обычно на Западе это делают прямо медицинские сестры отделений неонатальных реанимаций. В наших условиях чаще всего это делают врачи, неонатологи, реаниматологи. Проще оценить, потому что оценивается тренд. Этот метод считается неэкспертным, для него не нужен нейрофизиолог. Поэтому также, опять же, на Западе и медицинские сестры оценивают этот тренд. У нас это должен делать врач-неонатолог, врач-реаниматолог неонатальных реанимаций. К недостаткам относится низкочувствительность и специфичность для диагностики судорог. Почему? Сейчас продемонстрирую. Это связано с возможностями. Связано это с тем, что этот метод основан исключительно на колебаниях амплитуды. Он не учитывает больше вообще ничего. Ни частоту, ни форму волны, исключительно изменения амплитуды, которые формируют вот эту синюю полосу, вот этот тренд. Если же мы смотрим, как могут выглядеть судороги на неонатальный ЭЭГ, то у доношенных и поздних недоношенных действительно мы можем видеть типичные комплексы спайк-волна, острая-медленная, повторяющиеся острые волны и спайки. Однако, если мы посмотрим на недоношенных, то у них вот такую активность мы увидим крайне редко. Вообще считается, что генерация спайков тем более вероятна, чем больше постменструальный возраст ребенка. Глубоко недоношенные спайки нам будут демонстрировать в каких-то эксклюзивных случаях. Чаще всего мы будем у них видеть ритмичную дельта-активность, тета-активность. Можем видеть ритмичную альфа-активность. При этом ключевым является то, что паттерн электрического приступа меняется с течением времени, то есть он эволюционирует. Он может значительно отличаться в начале, в середине и в конце приступа. При этом он имеет четкое начало, четкое окончание. И обратите внимание, что могут быть очень-очень низкомплитудными эктальные паттерны. Особенно у недоношенных детей, да и у доношенных в критических состояниях, когда амплитуда в целом снижена, и амплитуда приступа тоже может быть очень-очень низкой. Поэтому если метод основывается, как амплитудно интегрированное ЭГЭ, основывается исключительно на колебании амплитуды, а амплитуда приступа не отличается от амплитуды фона, то метод просто по своим возможностям не может этот приступ выявить и показать нам на тренде. Ну вот смотрите, привычная глазу тех, кто работает с другими возрастами картинка, типичные комплексы пикволна, которые придутся долго, будут меняться со временем, чем если несколько экранов посмотреть. То есть здесь, в принципе, вряд ли кто-то ошибется в диагностике. Это вот наш собственный случай. Здесь доношенный ребенок, была тяжелая асфиксия, потом был подтвержден еще и вирусный менингоэнцефалит. Ну и вот он приступ. Здесь на самом деле идут клонические судороги в кисти. Приступ продолжается, он будет постепенно замедляться. И в этом частота у нас уменьшается, амплитуда увеличивается. Очень-очень все типично. Поэтому тоже здесь думаю, что никто бы не ошибся, увидев вот такой вот приступ, все было бы правильно интерпретировано. И все закончилось. Еще один пример. Это ребенок с инсультом. Ему здесь третий суток жизни. Все очень резко фокально. Вот идет приступ. Он эволюционирует. Меняется амплитуда, меняется форма волны. И является распространение на аналогичной области второго полушария. Вот здесь вот присоединяется клиника, появляются артефакты. Очень длинный просто приступ. Поэтому для сокращения я его немножко пролистываю. Да, продолжается он. Он длится почти три минуты. Вот этот конкретно. Это у ребенка приступов было много. Они все были длинные. Не все были электроклинические. Он продолжает замедляться. И заканчивается. Возможно, вот такие варианты, когда у нас есть ритмичная медленная активность. Иногда мы можем видеть маленький спайк. Иногда мы его даже и не будем видеть. И постепенно тоже эволюционирует приступ. Возможные повторяющиеся острые волны и спайки. Обратите внимание, что все это фокально. Вот он приступ. По амплитуде он никак не отличается от амплитуды фона. Соответственно, вот такой приступ амплитудно интегрированное эго совершенно точно нам не выявит, не покажет на тренде. Он не такой длинный. Он очень амплитудный. Начинается с ритмичной бета-активности. Постепенно замедляется до тета. И меняется морфология. Он при этом никуда не распространяется. Он резкофокальный. Ну вот здесь вот очень хорошо показана эволюция. Начинается с ритмичной дельты активности. Дальше меняется морфология. Соединяются спайки, которые дальше растет их амплитуда. И здесь уже типичные комплексы. При этом еще и распространяется на другой полушарии. И что касается распространения, здесь возможны как распространение на соседние отделы в рамках одного полушария. Возможно распространение на другое полушарие. Возможно в процессе приступ еще и возврат обратно к исходному. То есть здесь вот все, что хотите может быть в неонатальной ЭГЭ. Вот вариант. Опять же это наши собственные данные. Это ребенок. Здесь другая скорость. Здесь скорость 15. Именно для того, чтобы показать вот этот приступ. И чувствительность здесь 3 метровольта в миллиметр. Ребенок с очень тяжелым повреждением, с очень выраженным снижением амплитуды, в отделении реанимации. У него недифференцированный низкоамплитудный паттерн, на фоне которого возникают вот такие стереотипные приступы. Вот это тоже приступ. Вот этот вот просто очень красиво выглядящий. Но если его смотреть на скорости 30 миллиметров в секунду, к которой мы привыкли и который является для нас стандартом, то глазу не совсем понятно, что происходит. Как только сжимаешь кривую, то сразу вылезают, в том числе очень хорошо видно эволюцию. Эволюция здесь и в частоте, и в амплитуде, и в морфологии. Достаточно типичен для неонатальных судорог так называемый зип-лайк паттерн, похож на молнию-змейку. Здесь тоже отчетливо видна эволюция. Очень часто мы видим подобные приступы. Вот, например, еще один эволюция и в частоте, и в амплитуде, и в морфологии. При этом бывают ситуации, когда у нас сначала замедляется, а потом снова учащается. Пример опять из публикации. У недоношенного ребенка реализованы судороги. Вот приступ. Он очень низкоамплитудный. Вот это, например, к судорогам не имеет никакого отношения. Это фоновая вспышка, несмотря на то, что мы можем видеть острые волны. А вот приступ. Меняется амплитуда, меняется частота, меняется морфология. Это судороги у доношенного ребенка с гипоксически-шемической энцефалопатией. Тоже отчетливо видна эволюция. Здесь в основном эволюционирует у нас амплитуда. Как я уже сказала, наиболее часто судороги имеют фокальное начало. При этом часто мы можем видеть не один фокус, а несколько. При этом это все может мигрировать из одного полушария в другое. В рамках одного полушария распространяться, либо менять фокус. И это типично так для доношенных, так и для недоношенных детей. Если говорить про фокус, то чаще всего как у доношенных, так и у недоношенных – это центры. У недоношенных еще и задние отделы. Если говорить про фронтальные, либо затылочные, то это гораздо реже, особенно фронтальные. То есть если мы зарегистрировали многоканальную ЭГЭ и нашли что-то во фронтальных отделах, то прямо надо прицельно поискать и не ультразвук ему провести, а все-таки задуматься о МРТ и поискать какие-то изменения на МРТ в этих отделах. Потому что это очень редкая локализация, особенно если мы говорим про недоношенных детей. Несколько слов про амплитудно интегрированную ЭГЭ, потому что у неврологов это обычно вызывает затруднения, потому что они не сталкиваются с этим методом. Иногда можно услышать, что этот метод может применяться в отделениях патологии новорожденных. Нет, коллеги, этот метод для реанимации. В патологии новорожденных мы им пользоваться не можем, просто потому что будет слишком много артефактов двигательных от манипуляций. То есть там ребенок гораздо более активен. И поскольку этот метод не сопровождается параллельной видеозаписью, хотя сейчас наши отечественные производители пытаются на основе своих многоканальных систем создать малоканальные системы и добавить в них параллельную видеозапись, но вот пока что это не очень удачно как-то работает, занимает очень много места, не очень удобно для персонала отделения реанимации и, в общем, недружественно к пользователю чаще всего. Поэтому реаниматологи либо не включают это видео, либо, в принципе, не могут пользоваться аппаратурой, потому что она быстро выходит из строя. Классические аппараты АЭГ очень просты для пользователя. Это принципиальная позиция производителей, именно потому что они не экспертны, ими должен мочь пользоваться любой сотрудник отделения реанимации, включая медицинских сестер. Вот этот тренд, это нативная кривая, здесь несколько часов записи, скорость можно менять, но в среднем обычно 3 часа на экране, здесь 10 секунд. Вот подъем нижнего края будет подозрителен на судороге, то есть это увеличение минимальной амплитуды. В этот момент можно вывести сюда курсор и развернуть нативную кривую в этот момент и посмотреть, что же на самом деле происходило в момент, когда поднялся нижний край. При этом, если мы говорим про низкоамплитудные паттны, то они совершенно точно будут пропущены, потому что, как в этом примере, здесь выведено на экран многоканальный ЭЭГ только те отведения, по которым был приступ. Вот он, ритмичные повторяющиеся острые волны и спайки с замедлением постепенным. На амплитудно интегрированной ЭЭГ в этот момент ничего не отмечалось, никаких подъемов нижнего края. И, в принципе, была проведена работа австралийскими коллегами, такой метаанализ, в который было включено исходно 13 исследований, 10 вошли в окончательный метаанализ. Было показано, что исследования эти показали вариабельную, но в целом низкую чувствительную специфичность метода ЭЭГ для диагностики неонатальных судорог, и как единственный и основной этот метод не может быть рекомендован для диагностики неонатальных судорог. Дальше та же группа авторов провела свое собственное исследование, когда они параллельно проводили одному и тому же ребенку, как ЭЭГ, так и многоканальный видеомониторинг. И было показано, что для выявления пациентов судорогами, в принципе, этот метод допустим. У него не такая уж низкая чувствительность, хотя специфичность оставляет желать лучшего. А вот для выявления отдельных эпизодов судорог этот метод не подходит, потому что, как вы видите, чувствительность была всего 34%, и специфичность также была низкая и очень высокая ложно-позитивная диагностика. В качестве примеров они приводят такие вот сопоставления. Вот он приступ типичный, острая медленная волна, все красиво и классически. И вот он, подъем нижнего края на тренде. Вот она, развернутая в этот момент нативная кривая. И здесь все тоже классически, так же, как и на многоканальном мониторинге. Здесь вот подъем нижнего края. Если развернуть, мы видим какую-то ритмичную активность, очень стереотипную. Нам даже может казаться, что здесь есть суперпозиция острых волн или спайков. Но если мы посмотрим на… Да, при этом здесь все очень правдоподобно выглядит. Но если мы посмотрим на многоканальную кривую, то это совершенно точно артефакт. Никакой эволюции здесь нет. Поэтому это вот такая ложноположительная, пример ложноположительной диагностики. Вот это пример ложноотрицательной диагностики. Вот он приступ. Ритмичные дельта, которые постепенно эволюционируют. Уменьшается амплитуда. Амплитуда в целом приступа, она очень мало отличается от амплитуды фона. Поэтому на амплитудно интегрированной ЭГЭ на тренде мы не видим никакого подъема нижнего края. И даже при разворачивании, в момент, когда здесь мы видим приступ, на темной кривой на ней мы ничего не видим. Это может быть связано с локализацией электродов. Здесь у нас полная раскладка, полная схема 10-20. Здесь у нас всего 4 электрода, 2 над левым полушарием, 2 над правым. То есть всего 2 канала, поэтому мы можем, в том числе и из-за этого, не диагностировать вот эти приступы. Соответственно, метод АЭГЭ у нас, возможно, и ложноотрицательная диагностика при использовании этого метода. Поскольку сигнал проходит математическую обработку, он фильтруется, потом проводится компрессия сигнала. Поэтому короткие приступы могут быть пропущены за счет компрессии. Вы видели, что на тренде на одном экране три часа записи. Низкоамплитудные за счет того, что нет разницы между амплитудой фона и амплитудой самого приступа. Фильтрация в диапазоне от 1 до 15 Гц. У нас пропускается сигнал, все, что выше, у нас обрезается. Поэтому за пределами границ фильтрации все волны также будут пропущены. Ну и если у нас фокус далеко от места постановки электрода, то тоже мы пропустим, скорее всего, этот приступ. Артефакты очень часто имитируют судорожную активность, поэтому, во-первых, необходимо события маркировать, во-вторых, необходим анализ нативной кривой. А для того, чтобы неонатолог, реаниматолог мог понять, что происходит на нативной кривой, ему надо это объяснить, его надо этому специально обучить. Поэтому здесь тоже мы часто сталкиваемся с такой вот ложноположительной диагностикой. Ну и вот это мой, по-моему, предпоследний или последний даже слайд. Это то, что предлагает противоэпилептическая лига также в своей опубликации, касающейся судорог. Если у нас есть новорожденные из группы риска по возникновению судорог или с клиническим событием, которые подозрительны, первое, что мы должны узнать, возможно ли проведение нейрофизиологического мониторинга. Если да, то какого? Если это многоканальный эго-мониторинг, мы его провели и увидели, эго-коррелят, то это золотой стандарт диагностики, и мы подтвердили, что это судороги. Если мы провели и не увидели эго-коррелята, совпадающего с клиническим событием, то опять же, понимая, что это золотой стандарт диагностики, мы говорим, что это отсутствие судорог, это не судороги, мы не лечим этого пациента противосудорожными препаратами. Если у нас АЭГ-мониторинг, и мы видим событие клиническое и находим АЭГ-коррелят, ну, либо если мы видим судорожный паттерн АЭГ, то мы говорим, что да, это вероятно судороги, и если у нас нет возможности проводить многоканальный мониторинг, то мы опираемся на эту диагностику. Если же мы видим некое клиническое событие, и мы не видим коррелята на АЭГ, то это, к сожалению, нам ни о чем не говорит, потому что мы понимаем, что мы можем пропускать целый ряд электрических приступов из-за ограничения этого метода, поэтому этому ребенку все равно тогда нужно искать возможность проводить многоканальный мониторинг. Если же у нас нет возможности провести никакой вид нейрофизиологического мониторинга, то возникает вопрос, кто видел то событие, которые нам подозрительны. Если это опытный персонал, и речь идет о фокальных клонических или фокальных тонических судорогах, то да, диагноз вероятен, и мы начинаем лечить этого ребенка. Если это какой-то другой тип приступов, то возможно это судороги, а возможно и нет. И все-таки надо поискать возможность провести нейрофизиологический мониторинг. Если же эти клинические события видел кто-то совсем без опыта в этой области, то, во-первых, надо попробовать показать это более опытному, в идеале все-таки искать возможность проведения мониторинга хоть какого-то, потому что значимость абсолютно недостаточная. Ну и вот это уже совершенно точно мой последний слайд. Я надеюсь, что я вам смогла показать, что некоторые типы... Почему, собственно, я все-таки говорила про этиологию сегодня, потому что некоторые типы нейронатальных судорог могут быть индикаторами определенных этиологических факторов, и, соответственно, эта помощь нам в диагностическом поиске. Нейрофизиологический мониторинг, безусловно, неотъемлемая часть диагностики. Без этого мы даже не имеем права по-хорошему говорить о том, что это судороги. Ну и золотой стандарт – это многоканальный длительный видеогомониторинг. Единственное, чего я вам не сказала, как-то у меня этот слайд не лег. Опять же, если опираться на данные американского регистра, потому что всегда возникает вопрос, как долго надо мониторировать. У нас, к сожалению, ну вот, насколько мне известно, в России нет ни одного места, где проводилось бы именно новорожденным детям в условиях стационара, особенно в условиях реанимации, 24-часовой мониторинг многоканальный. То есть никакого нейрокритикал кео, нейтал нейрокритикал кео у нас нет. У нас есть места, где к этому стремятся, и где-то это лучше получается, где-то хуже, но вот суточного мониторинга у нас нет. Возникает вопрос, как долго нужно мониторировать этих детей, чтобы все-таки больше шансов было поймать приступ. Вот в регистре они показали, что в среднем от начала записи до первого паттерна приступа проходит не меньше двух часов, как у доношенных, так и у недоношенных. В принципе, рутинным ЭЭГ-обследованием у новорожденных считается исследование, длящееся от 45 до 90 минут, по данным разных авторов, но в среднем около часа полутора. Это рутинная запись. Поэтому, если речь идет о диагностике фона, этого будет достаточно обычно. Если речь идет о диагностике судорог, то от двух часов и больше. Меньше, к сожалению, не работает. Вот, наверное, на этом все. Я сейчас перестану, наверное, демонстрировать. Нет, нет, я думаю, лучше оставить вдруг какие-то вопросы. Ну да, в отношении каких-то слайдов возникнут. Меня хорошо слышно? Да. Отлично. Я, наверное, от лица многих выражу такую большую благодарность. Это свежая струя была. И, конечно, взгляд эпилептологов, которые разбирают эту тему, и взгляд человека непосредственно варящимся в этой тематике, и как клинициста, и как диагност нейрофизиолог немножко отличается. Но мне было очень интересно. Спасибо большое. У нас несколько вопросов возникло. Я, наверное, начну по порядку. Меня немного смутило, возможно, я прослушал, когда разобрались типы неотальных сундерок, то есть как их классифицируют электроклинические, клинические, энцефалографические. И вот там было энцефалографические и электрические, EG-only. А в чем их разница? Это одно и то же. Просто они где-то пишут как электрографик, где-то пишут EG-only, где-то пишут subclinical. Это все синонимы. У меня на вот этом слайде, сейчас я его открою. Да, вот этот, наверное, слайд смутил. Вот это просто определение приступа, что мы называем приступом на ЭЭГ. А вот сочетание электрического и клинического. Да-да-да, вот меня смутило, что есть отдельно вынесенные электрографические. Это просто определение, что мы называем на энцефалограмме приступом. Окей, окей, окей. Я понял, спасибо большое. Значит, ну, наверное, свой первый вопрос с конца задам, а сейчас больше вот про ЭЭГ поспрашиваю. Да, у меня возник вопрос. Конечно, ЭГ немножко отличается от того, что мы привыкли видеть у более старшего возраста детей. Вот паттерн приступа у новорожденных, он не имеет, мне показалось, такой дельты эволюции. То есть он может быть, такие спайки нарастают, 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 потом раз, и abrupt, ну, как бы, обрываются, их больше нет. То есть мы не ожидаем, например, как в дополнение к этой эволюции увидеть последующее замедление. мы вообще у них вообще ничего не ожидаем. Мы у них обычно видим действительно резкое начало, четкое, вернее, четкое начало, четкое окончание и эволюцию в процессе. И при этом нас никогда не смешает вот такая вот резкая фокальность, когда мы это видим только под одним электродом, это для них очень характерно. никакого замедления. А вот нас смущают. А я понимаю, что вас смущает. Я поэтому на этом акцентирую, что вот для новорожденных это очень типично, когда мы видим что-то исключительно под одним электродом. Но, конечно, мы должны быть уверены в качестве записи. И в этом очень большая роль, если у вас пишут техники или медсестры, это, конечно, огромная роль этого техника достичь качественной записи, чтобы можно было потом оценивать эту кривую и не сомневаться в каждом непонятном феномене. Да, ну, логично достаточно. Следующий вопрос, он от Билноза, если я правильно прочитал, прошу прощения за произношение. Значит, а, нет, неправильно, от Ирины. Как выглядят паттерны спазмов и миоклонических приступов у новорожденных? У недоможенных? А вот об этом тоже говорят постоянно, что у них нету корреляции между клиническим типом приступа и эго-паттерном приступа. Просто спазмы миоклонические, они будут очень короткие. Поэтому, собственно, это служило одной из причин, почему убрали длительность 10 секунд из определения в последней классификации. Потому что все понимают, что паттерны у спазмов, если особенно это одиночный спазм и у миоклонических, они действительно не будут длиться 10 секунд. Поэтому это было убрано из определения. Но вот такого четкого, у более старших, для вот такого клинического приступа характерна вот такая картинка на ЭГЭ. У новорожденных такого нет. То есть одинаково может выглядеть паттерн приступа при разных клинических событиях. И наоборот, одинаковое клиническое событие у разных детей может выглядеть абсолютно по-разному на энцефалограмме. Да, это, я думаю, требует дословно опыта. Да, что касается, например, я понимаю, что там спазмы сразу возникает вопрос, есть ли у них гипсоритмия. Очень редко мы видим гипсоритмию у новорожденных. Я не видела ни разу, честно вам скажу. Вот того ребенка, которого я вам показывала, иллюстрируя спазмы, такая в розовом костюмчике девочка, она формально уже не новорожденный ребенок, ей полтора месяца. Вот у нее была гипсоритмия, были спазмы. А формально старт спазмов начался в период новорожденных? А мы не знаем, потому что у нее вообще спазмов, ну как, понимаете, спазмы, это для невролога спазмы, это что-то очевидное, вы их видите, вы понимаете. Для неонатолога они вообще спазмы не отличают, их этому надо учить отдельно, поэтому вот у этого ребенка показанием к проведению обследования вообще послужили другие клинические феномены, у нее были автоматизмы по типу такого очень оживленного сосательного рефлекса, она сосала свой собственный язык, а спазмы у нее увидела я в процессе проведения мониторинга, да, вот, поэтому мы не знаем, когда они у нее начались, подозреваю, что раньше, но насколько раньше, не знаю, но этот ребенок с множественными врожденными пороками, там еще не было генетического диагноза поставлено, но она обследовалась в процессе, но, к сожалению, дальше у меня про нее нет информации по ряду причин. Да, понимаю, а вот такой тоже интересный вопрос возник, у взрослых клипологов есть такое высказывание, что каждый человек имеет право на один приступ, вот скажем так, мы знаем, что некоторые клинические проявления, приступ, могут быть именно эпилептический приступ, который не выливается в эпилепсию, так мы можем говорить про фибрильные судороги, у них просто запускается на определенных триггерах приступ, если триггеров нет или мозг дозревает, мы потом этого не видим, собственно, это удовлетворяет критериям диагноза эпилепсии, вот у новорожденных такое может быть, что вот мы диагностируем эпилептические приступы, потом это не равно, что ему придется длительное время принимать противосудорожные В большинстве случаев это именно так, потому что собственно я с этого начала, что у них большинство приступов являются симптоматическими, то есть это не отдельное заболевание как таковое, их выносят в отдельную нозологическую единицу, они кодируются, на натальные судороги кодируются по МКБ-10, по МП-90.0, но это не отдельное заболевание, это не знакравенства эпилепсия, то есть в качестве эпилептических энцефалопатий, да, как вот отдельное заболевание прямо, это бывает, но это бывает очень редко, чаще всего это именно симптоматические судороги, и как только по сути мы справляемся с фактором, который к ним привел, мы справляемся и с судорогами, у них выше риск в последующем развитии эпилепсии, чем в популяции, но риск не значит, что он реализуется, то есть это не значит, что у любого ребенка с неонатальными судорогами дальше сформируется эпилепсия, далеко нет, это будет зависеть от структурного повреждения, от очень многих факторов, но в очень большом количестве исследований было показано, что судороги сами по себе неонатальные повреждают развивающийся мозг, независимо от исходного фактора, от исходного повреждения, поэтому мы их не лечить не можем, мы не можем все силы бросить только на лечение той причины, которая привела к судорогам, как к симптому, то есть, конечно, мы будем лечить нейроинфекцию, если это нейроинфекция, но и судороги мы тоже будем лечить, для того, чтобы бороться, если он подходит по критериям, для того, чтобы бороться с гипоксической ишемической энцефалопатией, но судороги при этом мы тоже будем лечить, а судороги у них бывают и в процессе гипотемии, и в процессе согревания, и позже уже реже, вопрос, насколько долго он будет делать препарат, зависит от возможностей, и за рубежом, где они используют препараты внутривенные, фенобарбитал и фенитаин в первую очередь, очень часто и чаще всего они выписывают ребенка домой уже без терапии, у нас, поскольку эти препараты нам недоступны, и более того, в Москве, например, даже перорального фенобарбитала просто нет, он в виде паглюферала, совершенно не лучшего выбора, в принципе, препарат, здесь приходится переходить на другие формы, в смысле, на другие препараты, и тогда они вынуждены их принимать дольше, но это зависит уже от невролога, вот я вам честно скажу, я их не лечу, поэтому вот этих решений я не принимаю, но то, что это не потребует в большинстве случаев пожизненного какого-то или многолетнего приема препаратов, это совершенно факт, кому-то требуется несколько месяцев, кому-то чуть дольше, там дальше уже идет контроль в динамике, в том числе фоновых характеристик и характеристик патологической активности на ЭГ, и принимается вопрос неврологам наблюдающим, то есть этим детям даже эпилептолог зачастую не нужен, им достаточно неврологам, который понимает, что происходит с новорожденным ребенком вот таким поврежденным и как действовать с противосудорожными препаратами, поэтому мы, например, своих к эпилептологу не направляем, те, которые наблюдаются у нас в катамнезе, если у них нет действительно формирования, например, той же гипсоритмии в более позднем смысле возрасте, и если мы у них не видим клинических приступов, то зачем нам нагружать эпилептолога, если с этим справится наш невролог, например, наш профессор, я без проблем. У меня прям еще два вопроса возникли из вашего объяснения. Я сначала первый задам относительно феновурбитала, потому что был в прошлом году и в начале этого года решение представительства о том, что там четыре препарата диазепам, ректальные, букальные, медазолам, внутривенные формы фенобарбитала и клобазам будут по запросу возиться, и если первые три диазепам, медазолам и клобазам у нас часть пациентов получила, пройдя определенные бюрократические препоны, то я зачастую от генатологов слышу, что вот фенобарбитала нет, при том, что есть в этом постановлении прописано, что вот мы его можем дать. Вы пробовали как-то? Мы не пробовали, насколько я понимаю, это же возится под конкретного пациента. Да, да. Вы же никогда не знаете, когда и какому пациенту вас это потребуется. То есть это обычно экстренная ситуация. Вот родился ребенок, у него вообще никто не ждал, что он родится в тяжелой асфиксии. Он родился, ему начали мониторинг для определения показаний гипотермии, там обнаружили судороги. Вот ему сейчас надо вводить этот венный фенобарбитал. Да, я понимаю. Вопрос в следующем. Это же требовало, чтобы это постановление появилось, потребовало некого конфлидирования со стороны врачей, со стороны пациентов, и в итоге вот такое постановление получилось. Может быть, у вас какое-то консилидирование со стороны неонатологов позволит не под конкретного ... Об этом говорят, вы себе не представляете, об этом десятилетиями говорят о том, что нам необходимы эти формы не под конкретного пациента, а вот так, чтобы они были в возможности. об этом постоянно на всех крупных конгрессах неонатальных и реанимационных, там, где речь идет у нас каждый год, например, конгресс анестезиологии реанимации в акушерстве неонатологии, вот когда, или конгрессы РАСПОМ, Российской Ассоциации Перинатальной Медицины, каждый раз, когда резолюция конгресса принимается, там прописывается необходимость доступности венных форм фенобарбитала и дифенина для терапии неонатальных судорог, не под конкретного пациента, а вот вообще, чтобы у нас эти препараты были. Мы все понимаем, что это как бы такая финансовая, да, это невыгодно фирмам, поэтому а свой почему-то свой почему-то не получается. Ну, малый накал. Я думаю, что пара аппетиций от семей, у которых невозможности внутривенных форм ну какая-то трагедия, там тяжелые исходы, обычно именно это начинает двигать. да, что будет. Посмотрим. Хорошо, тогда вернусь к вопросам относительно доклада. Давайте последние два. собственно остальные мы, наверное, перенесем в следующий доклад. Нужно ли лечить семинатальные судороги, которые не сопровождают с клиническим проверением, то есть именно про идиомию, видимо, Да, противоэпилитическая лига об этом пишет в своей вот этой публикации, касающейся классификации, что мы лечим, то есть то, что мы называем электрическими судорогами, мы к ним относимся точно так же, как к электроклиническим. Единственное, они обращают внимание на так называемую seizure burden, да, такую судорожную нагрузку, если вот перевести дословно. В принципе, считается, что если у нас от 30 до 60 секунд за час записи, то вот это уже требует лечения. Если вы записали один 30-секундный приступ за часовую запись, его надо лечить. Если это было много коротеньких и они наберут вот эти 30, 40, 60 секунд за час, это тоже нужно лечить, особенно если у нас нет длительного мониторинга, много-много часового или суточного, потому что мы никогда не знаем, когда случится тот момент, когда вот эти много-коротеньких соберутся в один длинный. У них в принципе, хоть и описано, что приступ может длиться несколько минут, но очень часто мы видим очень короткие, действительно, там 9 секунд, 15 секунд, то есть мы не будем видеть многоминутных или там 10, 15, 20 минут вот таких приступов. В принципе, там уже дальше речь идет проэпилептический статус. Эпилептический статус у новорожденных на данный момент определение это 30 минут непрерывно, либо 50% от часовой записи повторных судорог. То есть там уже вообще вопросов не стоит, будем мы это лечить или не будем. Конечно, будем. Если это один короткий, например, там 8-секундный за час, то здесь каждый раз решается индивидуально и скорее еще будут учитываться характеристики фона, потому что если это нормальный фон, и у нас вот он один, и больше вообще ничего плохого, то может быть и не надо, может быть его надо помониторировать подольше, убедиться, что он действительно один за много часов. А если фон плохой, то опять же надо, наверное, помониторировать и скорее всего там еще чего-нибудь вылезет. Спасибо большое. Ну, полностью поддерживаю ответ. И последний вопрос. Еще раз просит уточнить, есть ли у события, которые вот видны клинические и очень настораживают наблюдателей, если у этого события нет эгакрилята, мы никогда не считаем это событие эпилепическим приступом? Опять же, об этом говорит противоэпилептическая лига в своей публикации, об этом я слышала ответ Ронет Преслер, руководителя рабочей группы, на одной из конференций или курсов каких-то, не помню где, но ее спростили об этом. она сказала, она сказала, что да, и об этом написано в публикации, вы можете к ней обратиться, что да, конечно, мы помним о возможности в случае подкорковых очагов, подкорковых источников, особенно в случае очень сильно поврежденного мозга, когда мы не видим эгакрилята и видим клинику, но эта ситуация настолько редка, что риск того, что все будет полечено, то, что не надо полечить, гораздо выше, чем то, что мы не полечим вот эту вот ситуацию, когда действительно мы не видим эгакрилята, а это судороги. И они пишут о том, что даже если мы пропустим, но настанет тот момент, когда оно вылезет и мы его зарегистрируем. Поэтому было принято ими решение относиться ко всему, что не сопровождается эгопаттерном приступа, как к несудорогам и не начинать терапию. То есть они это все понимают, они это все оговаривают, но действительно очень большая гипердиагностика и даже в публикациях 10-летней давности было прописано о том, что да, возможно, ситуация, когда у нас два варианта электроклинической диссоциации. Когда нету клиники, есть эгопаттерн приступа, то, что и сейчас все прописывается, то есть те самые электрические судороги без клиники. А второй вариант, когда у нас есть клиника, нету эгопаттерна приступа. Вот сейчас вот этот второй вариант они полностью отмели. Могу вам сказать, что даже в тех публикациях, которые 10-15 лет назад были, к этому относились так, что если у нас вот такая ситуация есть, но у нас абсолютно грубо нарушен фон, то вот только тогда мы можем предположить, что это действительно судороги. Если же у нас нормальный фон или там, ну, слегка измененный, то вот совершенно точно судорогами это не является. Спасибо большое. Я думаю, мы, наверное, тогда на сегодня завершим нашу первую встречу. Я еще раз благодарю за настолько насыщенную и систематизированную информацию. Спасибо. Да. Ну и ждем вас в следующий раз. Я там несколько накидал предложений, что мы могли бы обсудить следующее, может быть, даже некий такой воркшоп с двух сторон сделать, там, эпилепологи, эллинотологи. И, коллеги, если у вас какие-то вопросы или предложения, интересные темы для будущих циклов, не стесняйтесь, пишите в чат, мы стараемся собрать самые интересные. Если вот есть вопросы, задавайте, пока остались последние 60 секунд. Но я думаю, что на этом мы уже заканчиваем. Спасибо большое. Спасибо большое. субтитры и субтитры субтитры и субтитры